Hey, what's up, guys? How are you? I hope you are ready for some English, and in this video we're going to talk about ain't. В этом видео мы поговорим с вами о ain't, как его правильно использовать и немножечко истории. Ain't образовалась когда-то очень давно, когда моряки, которые отправлялись в плавание, использовали вот такую вот форму в своем, можно сказать, уличном английском языке. Потом времена поменялись, как обычно они меняются, и аристократия, высшие сферы общества взяли его себе, и это стало такой очень изысканной, ну, как бы частью речи, и его использовали вместо to be с отрицанием или to have с отрицанием. Потом она плавно перешла опять в уличный английский, и сейчас ain't используется в неформальном английском языке, я его, наверное, люблю называть уличный английский, то есть это такой school English. Да, есть еще cool street English, это мое такое название, мне так нравится называть, ну, кажется, я тут имя написала. Cool street English, this is double E. Это когда специально делают ошибку грамматическую, ошибку в английском предложении, и делают два отрицания, да. This is no good, this ain't no good, да, мы сейчас с вами к этому перейдем, но сначала посмотрим варианты использования ain't в предложении, да. Мы используем ain't вместо всех форм глагола to be с отрицательной частицей not. Обратите внимание, что обязательно отрицание должно быть, это не положительная форма, ну, потому что здесь есть not, поэтому она и ain't, да. Заменяют вот просто на простой глагол to be или to have, как оказывается, еще и to have. Например, am not, да, мы говорим, I ain't home, я не нахожусь дома, вместо I am not home, да, мы говорим, I ain't home. Очень часто используется эта фраза в разговорной речи между друзьями, но нужно понимать, что it's low English, это низкий английский. Хоть это считается неформальной речью, все равно, как бы, считается, что это, ну, как бы, это невысокий уровень использования, то есть вы можете даже себе, ну, понимать, что это, ну, не совсем уровень рыбаков, да, то есть это чуть-чуть повыше, скажем так, ну, рыбаки это я не считаю низко, потому что это, ну, хорошая такая работа, и мы все любим рыбку, поэтому, но, тем не менее, ain't, это не изысканно. Я, например, ain't не особо использую, если честно, даже я его, в принципе, не использую, потому что, ну, даже в речи с друзьями, ну, обычно хочется как-то себя презентовать. Хотя, если говорить о шутках, о вот таком вот игривом, скажем, да, изречении, то его можно использовать вот именно в шутках каких-то, тогда это звучит интересно. Даже это не считается, как бы, непродвинуто, да, это просто считается, как бы, просто смешно, это веселая такая форма, это игра, скажем так. И когда вы скажете, I ain't home, это будет, это должно, как бы, использоваться в каком-то контексте, ну, когда вы хотите просто вот даже, может быть, не поиграть, но как-то вот вам скучно, да, и вы хотите вот как-то развеселиться, и при помощи вот этого ain't вы как бы так вот это и делаете. Тем не менее, если вы просто говорите I ain't home, это, это звучит по-ребячески немножко, поэтому я, как бы, ну, не могу рекомендовать, вот, пользуйтесь ею, там, знайте, что она есть, как бы, пользуйтесь для шуток, и, ну, и хорошо. Если is not, he ain't coming. Вот это, кстати, часто такое вот используется. Не придет он, не придет он и не жди, да, вот, и чтобы создать такую красоту, краску, скажем, такого, ну, вот, не столько вот расстраиваться, ну, вот, сама ситуация уже негативная, мы ждем этого человека в гости, да, и he ain't coming, he ain't coming, и чтобы не расстраиваться, мы шутим по этому поводу, чувство юмора всегда, как бы, это хороший инструмент для того, чтобы выйти из какой-то вот сложной ситуации, да, мы повышаем свои вибрации, скажем так, да, при помощи юмора, поэтому вы можете использовать he ain't coming, когда ваша подруга, например, расстроилась из-за того, что парень, который назначил ей свидание, вот, нету его и нету, вот, он не, ну, не придет, он вот уже два часа не звонит, не приходит, и вы знаете, что с ним все в порядке, там, никакой там, ну, и вы просто говорите he ain't coming, he ain't coming, he is not coming, да, ну, не придет, ну, не придет и не придет следующий. Итак, are not, это во множественном числе тоже to be, they ain't French, они не французы, я отправляю на написано, they ain't French, they are not French, they ain't French, вот так вот, я так не говорю, я говорю they are not French, но вот в таких случаях, he ain't coming, girl, да, и я делаю такой уличный вот этот вот cool street English, то есть тут, конечно, я бы могла использовать he ain't coming, но вы, не значит, что вы должны делать там все, как я, но вы решайте сами, я могу только рекомендовать и рассказать вам разницу между, между вот этими фразами, словами, потом еще, как оказывается, еще и заменяет глагол to have с отрицанием, но это гораздо реже, потому что в американском, английском, ну, в основном используется, ну, конечно, все используется на самом деле, ну, гораздо реже, в основном используется все-таки вот в ступе, вот в таких вот случаях, да, а так, have, has, чаще все-таки используется have, но я вам сейчас покажу тут песенка, Hey, the road, Jack, don't you come back, no more, no more, no more, no more, это вы, наверное, знаете, эту песню сейчас над вами, посмотрим на нее, там используется как раз вот форма have и как раз ain't, да, используется, I haven't seen you, я не видела тебя, да, I haven't seen you и I ain't seen you, это немножко странно, потому что после ain't идет ПП-2, две причастия прошедшего времени, это как бы менее стандартно, так, да, обычно все-таки слышна вот такая вот форма, тем не менее это тоже есть, I ain't seen you, I haven't seen you, да, либо has not, да, мы говорим, she ain't written me so far, she has not written me so far, она мне еще, ну, не написала пока что, так как в американском английском she has not written будет заменяться, she didn't write me yet so far, да, то тогда, конечно, используется she didn't write me, she hasn't written me yet, ну, либо she ain't written me so far, да, то есть, ну, смотрите, как вам больше нравится, вот такая вот есть возможность. И теперь мы поговорим о cool street English, клевый уличный английский. This is no good, this ain't no good, видите, мы сказали, обычно, стандартно, this is no good, это не пойдет, это к добру не приведет, это нехорошо, никак это не пойдет, плохо получилось, this is no good, да, вот такую фразу мы можем использовать. Если мы говорим, видите, еще ain't добавляем, this ain't no good, у нас здесь два отрицания в предложении, это сделано правильно, потому что в грамотном английском у нас не может быть два отрицания в предложении, но этот street English, в нем добавляется эсочка, не там, где he, she, it, да, а I likes apples, не I like apples, как мы говорим, а I likes apples, либо наоборот, там, где he loves apples, мы будем говорить, he loves apples, специально делается вот такая ошибка, вот такой вот есть уличный сленг, this ain't no good, специально добавлено вот два отрицания, и это, видите, создает такую вот дополнительную краску, потому что this is no good, уже красочное предложение, а если вы говорите, this ain't no good, то получается вообще очень красиво, но на самом деле это вот так вот я могу иногда сказать, this ain't no good, когда вы вот смотрите, this ain't no good, да, это не очень хорошие новости, да, видите, и создается вот такая вот как бы краска, это не к добру, this ain't no good, как красиво, да, такая вот получается какая-то стильная речь, да, вот поэтому она называется, ну, я ее называю, Goal Street English, да, клевый в уличный английский, и песня, помните, у нас была песня Hit the Road Jack, давай, отправляйся в путь свой, Jack, или трехмесяц, пошел вон отсюда, Jack, да, Hit the Road Jack, уходи, Jack, когда он пришел домой, он обычно проигрывал все деньги, но в этот вечер он выиграл, на самом деле выиграл много денег, и возвращается домой, и думает, сейчас он придет, и его жена будет там очень рада, но у нее уже терпение все лопнулось, и когда он заходит, даже не успел ничего сказать, она Hit the Road Jack, так, все, проваливай, Jack, уходи отсюда, and don't she come back no more, и больше не возвращайся. И там вот песня, ой, как зовут этого, забыла, как зовут, Ray Charles, да, поет, это гениальный просто исполнитель, один из таких вот исторических, можно сказать, личностей английской музыки, английской культуры, и вот такая вот песня, если вы не знаете ее, я очень рекомендую познакомиться с этой песней, вы можете в YouTube ее найти, там слова посмотреть, и там поется Hit the Road Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the road jack, don't you come back no more, hit the road jack, don't you come back no more. Очень классное исполнение, и там в этой песне есть слова You ain't got no money, у тебя нет денег, это она ему поет You just ain't no good, у тебя нет денег, и ты ни на что не годишься. Если у тебя нет денег, значит, ты ни на что не годишься, не годишься, как у итальянцев принято, говорит, женщине нужно две вещи, деньги и секс, и все, как бы, ну такая вот в культуре итальянской, такие вот идут уроки, можно сказать, вот мужчина знает, что женщине нужно, и здесь вот она поет, как бы, вот, подтверждает. Ну, это на самом деле неправда, да, все люди очень хотят быть любимыми, это прежде всего, да, но, как бы, и финансовое, как бы, состояние, это тоже важно, тем более, это все возможно, почему нет. You ain't got no money, you just ain't no good, you ain't got no money, you have not, you have no money, да, you have not got no money, у тебя здесь, у тебя нет денег, вот это ain't заменяет have not, you have not got no money, да, а здесь you just ain't no good, you just are not no good. А здесь у нас глагол to be, видите, как вот используется предложение, you ain't got no money, you just ain't no good, это фраза такого cool, cool street English, но вот так вот, опять же, повторюсь, я-то, конечно, не разговариваю, потому что это, ну, в песне это звучит классно, вот оно создает такой вот стиль, такой вот красивую, как бы, первую, такой, такой мазок к вашей кисти, конечно, это вот красиво, так что, hit the road, don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the road, don't you come back no more, И он говорит, what you said, что ты сказал? Он не может в этот поверить, как это так, что это происходит, женщина, ты сошла с ума, вот так вот иногда думают мужчины. Вот, так что, вот такое вот у нас использование ain't, пользуйтесь на здоровье, и надеюсь, было все понятно, если вдруг непонятно, то задавайте ваши вопросы, и мы увидимся с вами в следующих нюансах английского языка. I'll see you, see you next time. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the road, Jack, don't you come back no more, what you said? I'm a woman, I'm a woman.